Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. В современном мире финансовая грамотность имеет огромное значение. В наше время быть финансово грамотным очень важно для каждого из нас. Можно с уверенностью сказать, что практически все ключевые сферы человеческой жизнедеятельности так или иначе связаны с деньгами. За всю жизнь через руки человека проходит много финансов, поток которых необходимо контролировать. Однако для многих остается неизвестным, как это сделать правильно и грамотно. Так что же такое финансовая грамотность и как ее овладеть? Финансовая грамотность – это умение рационально распоряжаться деньгами и достигать поставленных финансовых целей. Быть финансово грамотным – значит покупать и тратить с умом, планировать бюджет и откладывать деньги, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень жизни сейчас и в будущем. Начнем с базовой терминологии, а далее разложим все по полочкам, что относится к финансовой грамотности. Финансовая подушка безопасности – это сбережения и накопления, на которые вы сможете жить в старости, или в случае потери основного дохода, например, из-за увольнения или болезни. Активные доходы – это прибыль за конкретную деятельность, которая требует навыков, физических или умственных усилий и вовлеченности в процесс. Пассивные доходы – это прибыль, которая периодически начисляется на активы, недвижимость, инвестиции, вклады и не требует постоянных трудозатрат. Активы – это деньги и имущество, которое потенциально может приносить прибыль квартиры, машины, бизнес, ценные бумаги и другие. Активные доходы – это совокупность обязательных расходов на еду, одежду, бензин, квартплату, по кредитам и прочее. Личный бюджет – это совокупность доходов и затрат одного человека за определенный промежуток времени. Личный финансовый план – это документ с финансовыми целями человека, способами и сроками достижения. Пример цели – построить дачу за 34 миллиона тенге через три года. Инвестиции – это вложение денег в финансовые инструменты, акции, облигации, драгметаллы, паевые фонды для получения пассивного дохода. Банковский вклад – это передача денег банку во временное пользование в обмен на регулярные выплаты процентов. Диверсификация рисков – это вложение денег в разные инвестиционные инструменты с целью минимизировать возможные финансовые потери. Вы тоже можете оценить свои познания в теме. Ответьте «да» или «нет» на следующий вопрос. У вас больше одного источника дохода. Вы ведете у счет доходов и расходов на постоянной основе. Вы регулярно ставите финансовые цели и составляете финансовый план. У вас есть подушка безопасности, на которой можете прожить не менее трех месяцев. Вы тратите меньше, чем зарабатываете. Вы откладываете не менее 10% от дохода каждый месяц. Вы планируете крупные покупки заранее. Вы вкладываете деньги в инвестиционные инструменты. Вы создаете пятеные накопления. Вы знаете, что означает понятие «диверсификация рисков». Чем больше ответов «да», тем лучше чувствуют себя ваши финансы. Если же на большинство вопросов вы ответили отрицательно, не переживайте. Любые знания и навыки можно прокачать. Продолжаем разбираться в том, что такое финансовая грамотность и переходим к ее принципам. Последствия экономических кризисов, пандемии, снижения курса тенгея и других экономических потрясений и личных проблем можно минимизировать, если изучить основные правила финансовой грамотности и внедрить их в жизнь. Пройдемся по главным тезисам. Сначала подушку безопасности нужно накопить, а потом не потратить даже на самые желанные хотелки. Размер рассчитывается индивидуально. Чаще всего это сумма, которая покрывает полгода жизни без постоянного дохода. И помните, что форс-мажоры непредсказуемы, а эти деньги – ваша гарантия безопасности. Они помогут снизить уровень стресса и не влезть в долги. Кроме денег на черный день в состав подушки безопасности должны входить и долгосрочные сбережения, например, на жизнь после выхода на пенсию. Сам себе бухгалтер – это профинансово грамотного человека. Чтобы рационально распоряжаться бюджетом, нужно регулярно фиксировать все доходы и траты удобным и надежным способом в мобильном приложении, в таблице Excel или блокноте. Вы также сможете отслеживать движение денег и не забывать про накопления и обязательные платежи, а также оптимизировать траты. Если вы тратите больше, чем зарабатываете, безудержный шопинг пора остановить. Неважно, спускаете ли вы всю зарплату на брендовую одежду, игрушки детям или пятизвездочные отели. Если ваши расходы регулярно больше или равны доходам, нужно пересмотреть бюджет и поставить лимит на затраты. Это не значит, что придется отказаться от новых вещей и долгожданного отдыха. Главное – взять финансы под контроль и разумно тратить деньги. Звучит банально, но важно не останавливаться на достигнутом. Вкладываться в образование, расти в карьерном плане и находить дополнительные источники дохода. Цены на жизнь повышаются каждый год, а вместе с ними должны расти сегодняшний заработок и сумма сбережений на будущее. Чтобы внедрить в жизнь принципы финансовой грамотности, нужно регулярно и целенаправленно предпринимать небольшие шаги на практике. Мы распределили советы по пяти финансовым областям – доходы, расходы, планирование бюджета, накопление и отношения с банком. Доходы – это главная составляющая финансового плана. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам повысить стабильность в вопросах прибыли. Первое – найдите несколько источников дохода. Стабильная работа зарплаты – это хорошо, но лучше минимизировать зависимость от одного работодателя. Заведите хотя бы один дополнительный источник заработка. Можно развивать личный блок, открыть небольшой бизнес или заняться инвестициями. Наращивайте пассивный доход. По возможности стоит вкладывать в средства те инструменты, которые приносят прибыль без вашего активного участия. Пассивный доход особенно актуален на пенсии, когда хочется поберечь силы и здоровье. Следите за здоровьем – денег много не бывает, но не лишь средства для достижения финансовых целей и благополучия. Не жертвуйте физическим и ментальным здоровьем сегодня ради призрачного блага в будущем, иначе до него можно не дожить. Деньги нужны для того, чтобы их тратить. Рассказываем, как делать это рационально. Тратите не больше, чем зарабатываете, а лучше меньше. Если каждый месяц ваш баланс стремится к нулю, вы не сможете создавать сбережения на будущее. Экономьте, но не перегибайте палку. Суть не в отказе от качественных вещей и комфорта, а в предотвращении импульсивности в покупок ради покупок. Не берите в долг. Старайтесь планировать покупки заранее, чтобы накопить нужную сумму и покрыть полную стоимость своими силами. А если цена слишком высока, проанализируйте, зачем вам вещи или услуга, которые не по карману, и нет ли аналогов дешевле. Несколько советов, которые помогут начать планировать. Составьте четкий финансовый план. Откладывать деньги без конкретной цели сложно. Сформулируйте, каких результатов хотите добиться, пропишите способы, просчитайте возможности их реализации в цифрах и поставьте реальные сроки. Тогда сможете двигаться к намеченному гораздо быстрее. Выберите удобный способ введения бюджета. Одним нравятся современные мобильные приложения с автоматическим распознаванием чеков и банковских переводов. Другие предпочитают записывать все в ежедневнике. Любой вариант хорош, важно подобрать наиболее удобный для вас. Введите бюджет системно, заведите привычку вносить данные о расходах и доходах. По вечерам каждый день или раз в неделю в воскресенье главное ничего не упустить и вспомнить о каждой выпитой чашке кофе. Без сбережения добиться финансов благополучия не получится. Копить деньги можно разными способами. Наличными на банковской карте, вкладе или в инвестиционных инструментах. Поговорим о грамотных накоплениях. Откладывайте, прежде чем тратить. Заведите привычку сразу переводить не менее 10% от заработанных денег в копилку. Если откладывать в конце месяца, на балансе может уже ничего не остаться. Пускайте деньги в оборот. Держать средства наличными или на карте может быть и удобно, но каждый год они бесцениваются из-за инфляции. Хранение денег на банковских вкладах поможет сохранить их ценность, а грамотные инвестиции при умножить средства. Учитесь инвестировать. Без фундаментальной подготовки бросаться в пучину фондовых бирж и фьючерсов точно не стоит. Иначе вы рискуете потерять все заработанное. Сначала разберитесь в основных инвестициях в теории, а затем делайте первые шаги на рынке ценных бумаг и не путайте инвестиции с азартными играми на бирже трейдингом. Советы, которые помогут вам не испортить кредитную историю. Откажитесь от потребительских кредитов. Купить машину или квартиру без привлечения банка сложно, но от кредита на новый айфон или свадьбу лучше отказаться. Чем дольше вы уплачиваете заем, тем больше переплачиваете. Поэтому, если без кредита не обойтись, постарайтесь покосить всю сумму в короткие сроки. Закройте кредитные карты. Сначала вы исправно гасите долг в беспроцентный период, но однажды забудете или не сможете заплатить вовремя. Тогда кредитка проявит коварство. Придется покрыть суммы задолженности и проценты за каждый день просрочки платежа. Даже на забытые несколько тенге долгая сумма набежит немаленькая. Внимательно изучайте условия кредитования. Проанализируйте предложения конкурентов и прежде чем подписать договор с банком по косточкам. Разложите все его положения. Если самостоятельно разобраться сложно, обязательно проконсультируйтесь с юристом. Что входит в финансовую грамоту, в целом мы разобрали. Теперь поговорим о том, как ввести бюджет в мобильном телефоне и что еще почитать или посмотреть о личных финансах. Оплата коммуналки, продуктов в магазине и обеда в кафе, расчеты с работодателем и многие другие платежи и начисления производятся безналично и фиксируются в онлайн-банке. Вести учет денег удобно в смартфоне, который всегда под рукой. Прочесть хорошую книгу всегда приятно и полезно. Информация складывается в четкую систему и лучше запоминается. Финансовая грамотность – одно из важнейших качеств современного человека, развивать которое необходимо с детства. Регулярный учет и планирование бюджета, создание и увеличение сбережений помогут добиться финансовой стабильности и обеспечить комфортное будущее для себя и своей семьи. На этом у меня все. Повышайте свою финансовую грамотность. До новых встреч!